Всем привет! Сегодня я очень рада, что наконец-то снимаю видео про новогодние подарки, потому что Новый год уже так скоро, и мне не терпится показать вам, что я решила подарить своим близким, и какие вообще у меня есть идеи новогодних подарков. Я так ждала декабря, чтобы начать снимать серию новогодних видео о том, как нарядить комнату, что подарить на Новый год, как сделать так, чтобы появилось новогоднее настроение и вообще миллион идей. Вы на самом деле не знаете, что тут происходит, на самом деле, какой тут бардак, но это не важно, потому что сегодня я вам покажу, что можно подарить близким на Новый год. Я долго думала, как лучше распределить подарки по бюджетности или по тому, какой подарок кому дарить, там, подарок парню, подруге, родителям, или самые дорогие, самые дешёвые подарки. Но я думаю, что не нужно так разбивать, я буду просто говорить, да, кому можно подарить, и начнём. Я думаю, самым актуальным подарком на Новый год будет блокнот, потому что начинается Новый год, каждый человек строит новые планы, поэтому дарить ежедневники, блокноты особенно актуально. Я уже показывала в прошлом видео один из этих блокнотов, я думаю, что реально вот блокнотики это очень крутая вещь, чтобы подарить её подружке. И такой блокнот можно дополнить какой-нибудь ручкой или стикерами, допустим, вложить стикеры и ручку, да, подписать как-то классно, или заполнить пару страниц, вклеить какие-то фотографии. Вот мне очень нравятся именно сборные подарки, когда ты даришь не просто какую-то конкретную одну вещь, а целый такой подарочек, коробочку, собранную на одну тематику, допустим. Это могут быть блокноты. У меня есть блокноты разных размеров, есть такой средний, это ежедневник, в котором можно самому расчертить, распределить, какое число, какая дата, то есть тут нету конкретных чисел. Вот это круто, он очень простой, и поэтому мне нравится. Такой крафтовый, будет как раз идеально, мне кажется, такой очень тёплый новогодний подарочек. Вот такой вот по размеру, есть вот такой вот, совсем маленький, я его показывала в видео про мой октябрь-ноябрь, и есть вот такой большой. Эти блокноты я покупала не в каких-то крутых мастерских, где делают блокноты, потому что они там, к сожалению, очень дорогие, и чтобы купить каждой моей подруге, каждому близкому человеку блокноту, я потрачу очень много денег. Поэтому я просто зашла в магазин концтоваров и нашла отдел, где очень много блокнотов, и эти блокноты очень недорогие, но они очень классные, качественные, и я даже нашла там и неленовные, и крафтовые, и с блёстками, и с разными классными картинками, принтами, вот как, например, на этом. Поэтому при выборе блокнота нужно отталкиваться от того, чем увлекается человек, которому вы хотите подарить этот подарок, хотя каждый подарок должен отталкиваться от того, какому человеку вы его дарите. Блокнот идеальная штука, мне кажется, особенно если они яркие. Идеальный подарок, если вы не знаете, что хотите подарить, очень бюджетный, но подарок, который подойдёт всем, и родителям, и бабушке, и подруге, и парню, и каким-то знакомым, я не знаю, учителям, кому вы дарите подарки, капкейки или какие-нибудь... Ой, они сейчас перевернулись! Ой, они так пахнут! Просто невозможно. Если вы, правда, не знаете, что дарить на Новый год, можно просто подарить капкейки на новогоднюю тематику, как вот у меня. Ой, они так пахнут, капец! Но у меня не капкейки, у меня кексики. Вы можете просто сами испечь имбирное печенье, завернуть его в крафт-бумагу или в какую-то классную подарочную бумагу, обернуть какой-нибудь красивой лентой или верёвочкой, и подарок уже будет готов, потому что это очень приятно. Человек будет видеть, что вы уделили внимание, а у меня вот такие классные кексики, которые я заказала в ноте вкуса. Я уже пробовала у них пряники, поэтому я знала, что они приготовят классные кексы с изображениями разных новогодних рисуночков, ёлочками, мешками с подарками, Дедовыми Морозами, снеговиками. Я думаю, что вы можете, допустим, даже заказать такую коробочку, да, в которой там 6 кексиков, и каждому другу подарить по одному и дополнить это всё там маленьким блокнотиком или какими-то вкусняшками ещё, которые вы можете сделать. Это вообще может что угодно быть. Это могут быть помады, потому что, допустим, дарить только одну помаду как-то скучно. Когда ты дополняешь помаду таким кексом, это выглядит очень по-новогоднему, приятно и очень так тепло. Мне кажется, это очень классно, дарить такие штуки. Я, наверное, не дотерплю и скоро их съем. Они просто невозможно пахнут. Так что кексы или капкейки на новогоднюю тематику супер бюджетный и простой способ сделать своим близким приятным. Дальше у меня просто супер классный подарок, как я считаю, потому что ничего не может быть лучше, чем подарить на Новый год носки. Яркие и красивые носки. Просто круто! Мне носочки пришли ещё... Когда я их заказала? Ещё, по-моему, неделю назад. И я не открывала их, потому что хотела сделать это на видео. Я заказала два набора для Серёжи один. Это мужской наборчик и есть ещё женский наборчик для подружки. Сейчас будем открывать. Я просто так хотела это сделать. Я на Новый год очень хотела Серёже подарить яркие носки. И очень долго их искала, но, к сожалению, они очень дорого стоят. Именно классные яркие носки на новогоднюю тематику. Я зашла в шоурум Харьковский и увидела там вот эти вот носочки. Я просто в них влюбилась. А когда я увидела цену на них, я просто поняла, что я обязана их купить. И вот видите, что я куплю и раздарю эти носки всем своим знакомым. Потому что это так ярко и так по-новогоднему. Я нашла сайт этих носочков, карту и заказала. И если вы захотите вдруг что-то заказать, посмотреть цены, я вам под видео оставлю обязательно ссылки. Вы сможете всё посмотреть и заказать, если вы вдруг решите тоже это сделать. Всё. Ого. В общем, тут коробочка запечатана такой печатью, как раньше письма. Да? Как это называется? Ой. Вот он, момент истины. Ааа. Смотрите. Класс. Ой. Они положили мне вкусные штучки в коробочку. Класс. Конфетки в виде носочков. Ааа. Вау. Их тут много. В мужском наборе мне пришли вот такие носочки яркие. Вау. Капец они крутые. Я заберу их у Серёжи. Та-да-да-дам. Мне очень нравится. Просто тут, если я один раз открыл, то очень сложно так же закрыть. Но я надеюсь, моя подруга не обидится. И я постараюсь их так же аккуратно как-то запаковать. Ну просто мне не терпится показать вам, потому что этот его стоит. Я думаю. Ой. У меня прям с печатью получилось. О, так я вам приклею печать и всё. Конфетки в носочки. Это же так новогоднее. Та-да-да-дам. Такие цвета, которые сейчас преобладают, наверное, в женском гардеробе этой зимой. Вау. Я, наверное, про каждые носки буду говорить, что они очень крутые, но это так. Я заберу эту коробочку себе, а подруге закажу другую, потому что, ну, я не могу. Я хочу эти носки. Носки в звёздочках. Я так довольна вообще. Я, наверное, получаю самое большое удовольствие от покупки подарков. Следующий пункт. Новогодний подарок номер 4. Тёплые и уютные домашние тапочки. Когда их ещё можно подарить, если не на Новый год? Потому что Новый год ассоциируется у всех с каким-то уютом, теплом. Особенно хочется подарить какой-то джемпер, какую-то шапку. Тёплые тапочки. Такое милое, яркое или очень тёплое. У меня вот такие два варианта тапочек. Одни такие мягкие, с бубончиками. Они очень мягкие внутри, поэтому я в них просто влюбилась. Но эти, кстати, тапочки мне бабушка прислала из Германии. Если я найду их в интернете, я обязательно вам кину ссылку на них. И второй. Вот такие вот тоже миленькие, с горошком внутри. А здесь такое вот сердечко. Вы можете подарить, я не знаю, допустим, носки, тапочки, да, и каких-то конфет. Это уже будет классный, уютный подарок, потому что мне было бы приятно. Дальше уже более такой дорогой подарок. Я говорила про шапочки не просто так, потому что я хочу дарить и шапки. В этом сезоне очень модные, яркие, вязаные шапки, такой крупной вязки. У меня вот такие вот яркие есть. Розовые и зелёные. Они очень классные. И вот, которые нам... Такой подарок можно подарить своей близкой подруге. Если вы знаете, например, из каких вещей состоит её гардероб в основном, да, или, например, если вы знаете, какой её любимый цвет. Просто это очень крутой подарок. Он разбавит эту серую зиму такими яркими цветами. Ссылочки на шапочки я тоже оставлю внизу. Я нашла эти шапочки у харьковского дизайнера. Она их вяжет сама. Поэтому этот подарок будет точно сделан от души, с теплом. Следующий дорогостоящий подарок, но очень, очень, мне кажется, правильный, допустим, от девушки своему парню. Это рюкзак. Кожаный, красивый рюкзак. Это такая вещь, которую тоже не подаришь какому-то просто знакомому человеку, потому что, во-первых, это дорого. Во-вторых, нужно знать предпочтение этого человека. Я думаю, что кожаный рюкзак хороший, вот у меня такой, мне кажется, он очень крутой. Тут много всяких отделений классных. Ну, короче, ну, это бесполезно говорить, просто это моя любовь. Кожаные рюкзаки, они подойдут под всё. Такой рюкзак будет очень классным подарком своему парню. Особенно, если вы этот рюкзачок наполните какими-то очень приятными новогодними вещами. Вы можете засунуть туда кофе, конфет каких-то, может, вообще всё, что я до этого сказала. И, кстати, вы подарите человеку этот рюкзак, он откроет, а там внутри столько всяких милостей. Это будет настолько приятно, я думаю. Я бы вообще была, наверное, на седьмом небе отчасти. Следующие подарки, которые я вам предложу подарить, это не совсем стандартные подарки на Новый год. И их может подарить, допустим, только парень своей девушки. Или просто на Новый год нужно помнить и о себе. И я думаю, что очень круто сделать и себе подарочек. Белевое платье и бельё, но не обычное, а такое прям девчачье, нежное, красивое бельё. Сначала покажу бельевое платье. Оно очень нежное. И такое платьице, это сейчас тренд. Оно будет не один сезон, но очень нежное, шёлковое. Иногда нужно себе позволить сделать такой подарок. Вся крутость всех этих вещей, которые я вам показываю, в том, что я нашла эти все вещи у украинских дизайнеров. То есть это полностью украинский производитель, только не тапочки. Поэтому ваша выгода может быть в том, что эти все вещи, они дешевле, чем, допустим, если вы будете заказывать с каких-то европейских сайтов, американских, или просто пойдёте в торговый центр. Эти вещи все будут намного дешевле, поэтому я вам просто скину ссылки, и вы посмотрите сами. Это бельё я заказала у тоже харьковского бренда, AL Lingerie. Всё. Открываем. На самом деле я не удержалась и открыла это бельё ещё перед тем, как начала снимать это видео. Ну, потому что это так, как можно вообще сидеть и знать, что у тебя там в пакете лежит бельё, и ты его не померила. Поэтому, если парень не знает, что подарить своей девушке, я сомневаюсь, что парни смотрят это видео, но если вы всё-таки смотрите, то это будет просто отличный подарок своей девушке. Главное, знать её параметры. А девушки могут просто намекнуть парням про такой милый подарочек, потому что это очень приятно всегда, и никогда не будет лишним, особенно там на Новый год. Такой красивый комплектик. Моя камера разряжается, поэтому я очень-очень быстро сейчас постараюсь сказать всё, что мне осталось сказать. Мне кажется, очень крутым подарком будет фотоаппарат. Конечно, это очень дорого, но я не говорю про полупрофессиональные, или профессиональные зеркалки, как там они называются. Я говорю про какие-то полароиды, инстакс, да, но это очень дорогие фотоаппараты сейчас, потому что на них стоит очень дорого плёнка. Я говорю про лома, потому что вы можете заказать, я тоже оставлю ссылку, тут, кстати, есть сайт, на лома, и купить, допустим, к нему плёнку. Такой подарок тоже будет очень крутым и милым, потому что вы сможете, допустим, запечатлеть, как вы отметили свой Новый год, какие-то моменты с вашего следующего года, поэтому это очень символический и крутой подарок. Фотографии получаются очень классными, потому что они реальные, они настоящие, и в этом вся прелесть лома. Это не то, что вы будете просто там на ваш телефон или фотоаппарат обычный классный, вы не можете изменить, да, вы сфотографировали, и всё, это запечатлелось на плёнке. И ещё вся прелесть этого фотоаппарата в том, что на нём появляются какие-то засветы на фотографиях. То есть мы с Серёжей фотографировали, и на фотографиях появились очень странные классные засветы какие-то. В общем, это просто нужно попробовать. Я оставлю ссылку. И последним завершающим подарком, который я расскажу и покажу, это подарок, который мне сделал в прошлом году Серёжа на Новый год. Это был журнал Vogue с моей фотографией. То есть он это всё сам сделал и заказал, и оформил подписку на полгода для меня. И это очень приятно каждой девушке, поэтому если ты парень и не знаешь, что подарить своей девушке, подпиши её на её любимый журнал. Мне очень нравится Vogue, и поэтому я хотела такую подписку. И когда я увидела и узнала, я была просто очень счастлива. Вот этот подарок, который мне Серёжа делал на Новый год, он растянулся до, по-моему, до июля или до августа. То есть я, эти отголоски подарка, они приходили ко мне каждый ещё месяц. Это было очень круто, приятно. И самый, наверное, крутой и оригинальный подарок для своей девушки. Если вы не знаете, что подарить своей подруге, и эти варианты вам не подошли, вы можете просто купить в супермаркете банку, купить помад, лаков, заполнить эту баночку очень мило, а потом завернуть её, допустим, какой-то красной лентой обмотать, засунуть туда маленькую открыточку, которую вы сами подпишите и нарисуете. Это будет просто отличный подарок. Вариантов много. На Новый год нет никаких пределов вашей фантазии. Мы, допустим, с Серёжей, я не знаю, либо я выставила это видео сначала, либо про то, как мы украшали комнату, но мы пошили вот такие подушки. Если вдруг у вас есть знакомая швея, это вообще очень просто сделать, и они тоже будут, мне кажется, очень миленьким подарочком, особенно если ваша подруга или друг, или парень, или бабушка обожает какие-то интерьерные штуки и хочет сделать свой Новый год таким ярким, красивым, такие подушечки обязательно подойдут. Вы можете дарить всё, что угодно. Это могут быть ароматизированные. Ароматические, да? Это мог ароматизировать. А, не ароматические. В общем, это могут быть какие-то свечи с запахом, это предметы ухода, я не знаю, какие-то... Но всё это нужно оформить так, чтобы в этом была часть вас. Тогда это будет настоящий новогодний подарок. Всё, я уже всё сказала, уже всё выговорила. Надеюсь, у вас получится сделать хороший, душевный и тёплый подарок, и вы и ваши близкие будут счастливы в этот Новый год. Всё, пока, увидимся. Да, очень круто. Спасибо, мне очень понравилось, как ты говорила. Да? Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...